Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 27 сентября Церковь празднует воздвижение честного и живетворящего Креста Господня. Владыка, что в этот день вспоминают православные христиане? Православные христиане и не только православные, все христиане вспоминают в этот день обретение Креста Господня императрицей Еленой, матери святого равнопостольного императора Константина Великого. Ну, это, я бы сказал, такой еще-то день, такой неформальный праздник археологов, потому что святая царица Елена приказала провести, она уже была в преклонном возрасте, прибыла в Иерусалим и организовала там раскопки на месте христианских святынь, которые к тому времени были изобрыты, заброшены. Вот, в частности, на горе Голгофе она, по ее указанию, под ее присмотром, было обретено три креста. Крест Христа Спасителя и два креста разбойников, которые были распяты вместе с ним. Это величайшая святыня церкви. Когда стало известно о том, что крест был найден, то множество людей сбежалось отовсюду для того, чтобы увидеть эту святыню. Иерусалимский архиерей Макарий поднимал его, он большой был, крест, естественно, тяжелый, с помощью своего клира он как бы поднимал, по-славянски воздвязал крест максимально высоко, для того, чтобы как можно больше стоящих в толпе людей могли бы его видеть. И благословляем этим крестом, а народ в это время восклицал «Господи, помилуй!» И делаем на четыре стороны. И вот с тех пор этот чин как бы повторяется каждый раз в наших храмах. Архиерей износит крест из алтаря, соответственно, украшенный, на середину храма, и там на четыре стороны воздвязает его, поднимает его максимально высоко, потом опускает вниз, насколько это возможно, до самого пола, и под многократное пение хором «Господи, помилуй!» благословляет на четыре стороны собравшийся народ, как бы вспоминая вот то событие, которое происходило тогда, в те далекие времена в Иерусалиме. А это было достаточно давно, ни много, ни мало, в 326 году. И вот с тех пор этот чин совершается в наших храмах. Какова судьба креста Господня сейчас? После того, как крест был обретен, его разделили на две части. Одна часть его осталась в Иерусалиме, а одна часть в Константинополе. Примерно равные части. Иерусалимский крест достаточно долго находился там, потом в одном из мусульманских завиваний был окончательно утерян, был пленен персами, потом царем Ираклием возвращен от персов Иерусалим, но уже в XII веке следы его теряются. Есть сведения о том, что спасая от нашествия, его закопали где-то в укромном месте, потом те, кто это делали, просто погибли, и таким образом от него остались только небольшие частицы. Большая часть креста находилась в Константинополе. Константинополь был разграблен во время Четвертого крестового похода, и практически все святыни, а в Константинополе хранилось огромное количество святынь, все святыни были увезены крестоносцами в Европу. Вот те святыни древней церкви, которые можно видеть в соборах Рима, Милана, Флоренции, Венеции, Германии, во Франции, это все награбленные сокровища Константинополя, награбленные крестоносцами. Причем в те времена сами святыни стоили гораздо дороже, чем всякого рода высокохудожественные ковчеги, оклады, которые там были. Вот в воспоминаниях об этом великом вселенском грабеже рассказывается, как вот эти мощевики, они же были необыкновенно красиво украшены, их просто срывали, выбрасывали, а сами святыни возили, чтобы не тащить вот это золото, серебро, драгоценные камни, которые были тяжелыми, а возить, собственно говоря, одни святыни. Но много и сокровищ было увезено в Европу. К сожалению, вот такое самоубийство христианской Европы, когда одна часть у него христианически уничтожила другую, это самое такое, может быть, одно из самых трагических явлений в истории, привело к тому, что многие святыни рассеяны по миру, многие из них разделены на части. Очень много частиц креста находятся в самых разных местах, и в Европе, и в России. Даже, скажу более, в свое время и у меня была частица древа креста Христова, я ее вот вмонтировал в крест, такой специально возрязальный этот крест привез сюда тоже, и вот на воздвижение будем как раз совершать чин воздвижения с крестом, в котором маленькая, крохотная, но подлинная частица креста Господня. Так что, как единого целого в настоящее время его не существует, но части его в очень многих местах, в очень многих храмах и на Востоке, и на Западе. Еще есть вопрос от зрителя. В миру крест – символ мучений. Почему христиане носят его на своем теле и поклоняются ему? Не просто символ мучения, это орудие казни, как виселица, гильотина, пистолет Макарова и так далее. Это орудие казни, на котором был казнен Христос, спаситель мира. Тот, через которого мы были спасены, и чье страдание, крестная смерть и воскресение являются самым главным событием человеческой истории. Вот поэтому для нас крест не просто орудие казни, но и символ нашего спасения, потому что на нем был распят Христос. И, собственно говоря, крест – это до некоторой степени икона всего того, что совершил Христос, спаситель на земле. Вот поэтому мы кланяемся к кресту, поэтому мы налагаем на себя крестное знамение, поэтому мы целуем крест, и поэтому для нас это одна из главных святынь. Более того, мы обращаемся к нему в молитву, как к некоему живому существу. И просим его помощи, и, конечно, с помощью Господа. Но обращаемся к Господу через обращение ко кресту, тем самым воздавая должное поклонение тому, что пришлось Господу претерпеть за, как сказано в символе веры, нас ради человек и нашего ради спасения. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Среди лесов и холмов Кузоватовского района расположилось большое мордовское село Кивать, главной достопримечательностью которого является деревянный храм в честь казанской иконы Божией Матери. Утром 18 сентября прихожане ожидают прибытия митрополита Симбирского и Новоспадского Лонгина. Девушки в национальных нарядах по традиции встречают архипастыря хлебом и солью. Божественная литургия в казанском храме села Кивать совершается в воскресный день и в день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей пророка Божия Иоанна Предтечи. Храм в честь казанской иконы Божией Матери села Кивать имеет давнюю историю. Первая деревянная церковь была построена здесь еще в конце царствования императрицы Анны Иоанновны в 1737 году. Новая, более просторная, построенная в селе церковь сгорела в 1887 году. Сохранившийся до настоящего времени храм был построен и освящен в 1890 году. На освящении присутствовал партейрей Иоанн Ильинский, который ныне прославлен в лике священно-мучеников и входит в состав собора святых Симбирской епархии. О богатой истории казанского храма известно из уникального документа, найденного в Государственном архиве Ульяновской области. В церковно-приходской летописи Богородица Казанской церкви села Кивать. Эту летопись в конце 19-го, начале 20-го веков вел настоятель храма протеерей Ираклий Шемчужников, а затем продолжил его сын. Больших трудов стоило сохранить храм в советское время. В 30-е годы прошлого столетия его закрыли, но не разрушили. А как сохранили, это очень удивительно. В 50-х годах председатель нашего колхоза «Заря», ныне покойный Айдашкин Степан Сергеевич, он был верующим человеком. Он узнал откуда, что в нашем районе будет храм закрываться и будет из-за их ломать. И знаете он как? Он как бы быстренько храм переписал под зернохранилище колхоза «Заря». Завезли зерно, наш храм три года сохранили, хранили, после вывезли, осветили. И так вот, во милости, Боже, так и чудом сохранилось. В 60-х, 80-х годах прошлого столетия храм в Кивате был одним из немногих действующих. Поэтому в праздники его посещали тысячи людей из разных районов Ульяновской области. Чтобы помолиться за родных и близких, исповедоваться и причаститься, люди шли сюда, преодолевая пешком до 30-40 километров. В Казанской церкви села Кивать сохранились старинный иконостас, а также часть внутреннего убранства. Она признана объектом культурного наследия регионального значения. По окончании богослужения во время проповеди владыка Лонгин призвал жителей села любить и ценить свою церковь, как ценили их предки, и чаще приходить на службу. Храм Божий – это особое место. Это место, где человек встречается с Богом. Это небо на земле, выражаясь словами древних святых отцов. Это место, где в таинствах церковных человеческая душа соединяется со Христом. Вот почему так важно, чтобы храм был и чтобы в этот храм приходили люди. Во внимание к трудам на благо церкви митрополит Лонгин вручил юбилейный знак. 10 лет Симбирской митрополии Русской Православной Церкви, настоятелю храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Кивать, протеерею Александру Нуштаеву, настоятелю храма Святой Троицы села Троицкий и Сунгур, протеерею Андрею Коршунову, а также благотворителям и прихожанам, оказывающим помощь храму. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о патире. Патир — слово древнегреческое, и переводится оно как чаша, кубок. Таким красивым, звучным словом в христианском богослужении именуют ту самую чашу, которую я держу в руках, чаша, употребляемая на Божественной Литургии для Таинства Евхаристии, причащения верных Христу Спасителю. Патир напоминает нам о той чаше Евхаристии, которую Христос Спаситель передавал своим ученикам по кругу на прощальной трапезе накануне своего взятия под стражу и искупительной смерти на кресте. Совершая Божественную Литургию, мы совершаем ежедневное чудо, вспоминая ту самую первую Тайную Вечерю и призывая благодать Святого Духа на предложенные хлеб и вино, чтобы чудом Божиим они были приложены в тело и кровь самого Христа. В Евангелии мы встречаемся с такими парадоксальными, неудобными в каком-то смысле, превосходящими всякое человеческое разумение словами, мимо которых невозможно пройти и от которых нельзя отмахнуться. Христос говорит, «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет в себе жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». И если мы воспринимаем слова Христовы всерьез и Евангелие всерьез воспринимаем, то тогда потир чаши Евхаристии становится для нас тем сосудом, через край которого жизнь Божия переливается в нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok